в этом видео расскажу вам о своем портфеле и идеях на российском рынке акций всем привет в этом видео хочу немного поговорить про свой портфель на российском рынке акций показать вам как в нем идут дела сделаю я следующим образом сначала я вам расскажу о позициях которые показали себя лучше всего и дают на текущий момент самую большую прибыль или доходность портфеля ну и расскажу о позициях самых плохих самых убыточных каждую позицию прокомментирую и расскажу что я с ней планирую делать но в конце ролика я расскажу какие у меня еще есть идеи на российском рынке акции какие акции могли бы быть интересны для покупки поэтому чтобы эти идеи на покупку не пропустить обязательно смотрите этот ролик до конца итак поехали давайте начнем с тех позиций которые показали себя в портфеле лучше всего и начну я наверное с акций фос агро потому что на текущий момент эта позиция дает сто тридцать один процент плюса и встала на достаточно большой позиции в моем портфеле после такого вот роста примерно четыре с половиной процента что шакции фос агро действительно чувствует себя очень и очень неплохо смотрите по итогам марта цены на фосфорное удобрение с начала года выросли на целых 80 процентов достигнув 100 тысяч рублей за тонну резкий рост цен на удобрение на мировом рынке вызван логистическими проблемами в связи с санкциями против россии по данным оон россия занимает сейчас второе место по экспорту фосфатных удобрений на прошлой неделе ес опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на украине и новые ограничения предусматривают числе прочего запрет импорта удобрений из россии нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с украины и из россии конечно на фоне цен на удобрения мы увидели такой разгон цены акций фас агро ну максимум был практически 10 тысяч 100 рублей за акцию и скажу вам честно я тут фиксировал позицию фиксировал небольшую часть позиции о чем писал в своем закрытом чате там я продавал ну конечно не по 10 эту цену я не поймал но по 9 300 я часть позиции фас агро скинул и в принципе ну пока докупать наверное не планирую но как мне кажется диапазон пять тысяч шесть тысяч рублей за акцию ну или если цена будет ниже пяти тысяч рублей за акцию будет интересен для того чтобы вернуть эту проданную часть позиции либо докупить фас агро еще фас агро я говорю спасибо эта бумага которая во многом компенсировала падение других акций и действительно благодаря такому сильному росту фас агро портфель выглядит ну не так уж и плохо поэтому фас агро здесь сыграла как такая защитная акция но еще раз повторюсь да докупать бы я пока что не стал по 9 300 сам продавал ну если будет цена опять шесть тысяч или ниже пяти тысяч то там наверное уже можно фас агро по чуть-чуть докупать в общем нас фас агро у меня все получилось достаточно неплохо вторая позиция которая дала именно в процентном соотношении достаточно большую прибыль это рус аква рус аква сейчас у меня примерно 1 и 8 процента от активов прибыль порядка ста процентов балансовая цена около 200 250 рублей текущая цена около 500 тут у рус аква была такая некоторая негативная новость которая заключается в том что у них была доп эмиссия там был разводнение порядка десяти процентов это конечно плохо для акционеров но в целом видимо если было принято такое решение то компании нужно как-то за счет этой доп эмиссии немножко финансироваться если говорить о результатах 2021 года нет пока отчетов по мсфо вышел только отчет по rsb у как мы видим прибыль и выручка вот выручка тут чуть чуть пониже чем в прошлом году и прибыль до налогообложения тоже чуть чуть пониже чем в 2020 году это ну соответственно показатели за 21 год в принципе 21 год закончился не так уж и плохо то есть прибыль пока что у них очень высокая но что будет дальше пока не совсем понятно потому что у рус аква достаточно много импортных комплектующих материалов и всего остального поэтому тут русская аквакультура она как может с одной стороны за санкции оказаться под давлением с другой стороны мы видим рост цен на продукты питания и тут это может немножко компании помочь и помочь ее финансовым результатом пока рус аква я планирую держать долгосрочно третья позиция которая сейчас дает 78 процентов плюс в портфеле это поле золото ну вот как вы видите из текущего списка пять целых шестнадцать сотых процента она у меня получается самая крупная в портфеле но опять же это вот из этого вот текущего списка понятно что тут не все мои позиции только часть то есть я выбрал те позиции которые дают сейчас самый большой профит то есть которые показали себя пока что лучше всех остальных так вот полю золота пять процентов от портфеля балансовая цена у меня ниже восьми тысяч рублей текущая цена выше 14000 полю золото на самом деле показал себя действительно весьма и весьма защитным активом это крупная российская золотодобывающая компания она входит в тройку крупнейших золотодобытчиков мира объем производства более 2,7 миллионов функций на московской бирже они торгуются с 2016 года и за этот период они выросли более чем в пять раз ребята то есть это рост достаточно существенный с учетом дивидендов средне газовая доходность за это время составила порядка 12 процентов в том время как золото росло где-то процентов на восемь то есть тут инвестиции в поле золота были интереснее чем инвестиции золото ну и нужно понимать что динамика цен на акции золотодобытчиков она коррелирует с ценами на золото и чем дороже золото тем соответственно выше акции золотопроизводителей сначала 22 года цены на металл выросли ну примерно на восемь процентов и некоторые прогнозы скажем так предполагают что в условиях разгона мировой инфляции золото может еще подрасти в цене тут конечно же есть еще вопрос в скорости ужесточения денежно-кредитной политики со стороны фрс то есть если ставка будет повышаться достаточно агрессивно это приведет к увеличению реальной доходности гособлигации сша тогда золото станет менее интересным до с другой стороны если мы не увидим очень резкого повышения ставок в сша то есть сейчас инфляция по доллару там порядка семи процентов да и если мы имеем ставки по облигациям гораздо ниже то у нас реальная доходность united states режисс она отрицательная в этом случае золото является очень привлекательным активом для инвесторов так что тут у нас пока еще некоторые вопросы с точки зрения структуры акционеров компания предприняла все необходимые шаги для своей защиты саид керимов который не попал под санкции но может попасть под санкции сократил свою долю в компании до 46 процентов а был там порядка 76 то есть он теперь как бы не контролирующий акционер там менее 50 процентов до в его собственности также керимов вышел из совета директоров компании поэтому но компания предприняла все меры до чтобы из-за санкции на керимова полюсом не попал под санкции пока точки зрения логистики каких-то серьезных проблем тут нет кроме того нужно сказать что банк россии принял ряд мер которые должны поддержать спрос на золото внутри страны соответственно внутри россии да ну и регулятор сам будет с 28 марта покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене эта цена она пока ниже существующей рыночной цены но позволяет рассчитывать на стабильный спрос на золото поэтому акции полюса они пока в текущей перспективе могут выглядеть достаточно интересно скажу вам честно я пока не планирую прямо по текущим котировкам докупать но планирую держать вот если я увижу существенную просадку по полюс золоту то наверное я подумаю о том чтобы акции докупить но всяком случае полюс золота тут выглядит безопаснее чем тот же самый поле металл который торгуются в виде депозитарных расписок какие сейчас существуют проблемы с депозитарными расписками я кстати неоднократно уже писал нас в своем телеграм-канале недавно совсем писал и про проблему с депозитарными расписками ленты кстати по поводу телеграм-канала youtube у нас возможно доживает свои последние дни поэтому не забудьте подписаться на мой телеграм ссылочка на который будет в описании под этим роликом потому что если вы будете подписаны на телеграм мы с вами останемся на связи и вы будете всю полезную информацию соответственно от меня получать вот youtube как вы понимаете у нас сейчас находятся под рисками блокировки поэтому на телеграм еще раз не забудьте подписаться итак поехали дальше четвертая позиция черкизова ну на самом деле у нее тут прибыль 68 процентов но она всего лишь пол процента от портфеля подает поэтому я ее практически не беру в расчет стоит сейчас акции черкизова слишком дорого я бы честно говоря их покупать не стал наверное даже по текущим котировкам их можно подпродать чуть-чуть есть у них проблемы с низким free флотом то есть цена акции сейчас достаточно манипулятивно ее можно загнать куда угодно и поэтому ну я не вижу смысла сейчас черкизова покупать продавать наверное можно да и тем более с такой вот прибыли тоже об этом немножко даже подумаю чтобы продать позитив технологии со пол процента от портфеля плюс 36 процентов позиция ну смотрите с позитив технологии со тут какая у нас ситуация я делал на платформе спонсор более подробный обзор по этой бумаге я вам лишь сейчас скажу достаточно кратко смотрите компания выиграет банально за счет количества роста количества так области информационной безопасности да это подстегнет спрос на их продукты компания выиграет за счет ухода иностранных компаний с рынка она практически не зависит от импортных комплектующих ну и понятное дело что государство будет заинтересована в том чтобы такие компании у нас развивались да как позитив технологии нужно сказать что позитив это в своей сфере единственная публичная компания на российском рынке аналогов пока публичных во всяком случае у нас нету поэтому позитив технологии сможет стать некоторым бенефициаром текущей ситуации но опять же я ее там покупал по 730 рублей это была хорошая цена по 1000 ну в принципе наверное как венчурную инвестицию и держать и покупать можно но глобально сейчас наверное для покупок не время поэтому я бы все-таки подождал подождал бы некоторые коррекции рынка которая на мой взгляд еще должна случиться и там бы акции позитив технологии подбирал бы дальше газпром нефти газпром нефть тут у меня уже 42 процента портфеля текущая прибыль бумажная 1725 17 процентов вполне себе неплохо балансовая цена средняя 360 ликвидная цена 423 ну смотрите по газпром нефти у меня сейчас скажу честно нет никаких идей потому что у них не такая большая доля экспорта как у лукойла или роснефти например да у газпром нефти конечно экспорт есть есть но тут нужно понимать что у них высокая доля спотовых поставок на европейский рынок тут у них есть некоторые экспортные риски во всяком случае не обанкротится ничего с ней точно не случится то есть каких-то серьезных проблем с ней не возникнет но наверное это не та акция экспортеров на которую можно ставить тем не менее я пока акции газпром нефти планирую держать то есть покупать их по текущим котировкам я бы не стал продавать тоже нет желания пока пусть они у меня лежат в портфеле еще одна интересная позиция которой расскажу это фонд фонд pnk rental на текущий момент это там около четырех процентов моего портфеля прибыль порядка 17 процентов что достаточно интересно кстати вот тут возвращаясь к вопросу да что же делать со своими активами там инвестировать или наоборот продавать и выводить держать рублях или в валюте в кэш или в акциях или в облигациях положить на депозиты или купить недвижимость по поводу недвижимости до недвижимости она может быть интересно но прекрасно мы с вами понимаем что туда высокий порог входа поэтому инвестиционные фонды недвижимости они могут быть отличной альтернативой так вот и фонд pnk rental был создан по образу и подобию американских рейдов в этот сложный для всех инвесторов период фонд кстати показал себя с достаточно хорошей стороны ну во первых скажу так что остановка торгов на бирже было для многих инвесторов таким испытанием из-за ощущения что деньги как бы одновременно есть их одновременно нет тем не менее после остановки торгов инвесторы фонда могли спокойно реализовывать свои паи и выводить средства на вот этой вот платформе pnk rental точка все желающие могли купить и продать паи по среднеизвешенной цене последнего дня торгов я к ним не относился мне инвестиции там небольшие всего 30 паев это такая консервативная часть моего портфеля которая хоть и не приносит каких-то колоссальных доходов зато является крепкой базой и вложением скажем так физические активы во вторых все таки с 1 апреля паи запив недвижимости pnk rental снова торгуются на московской бирже они кстати стали одним из первых российских инвестиционных фондов недвижимости которые мосбиржа и цб допустили к торгам выбор вообще не случайный потому что паи фонда считаются наиболее ликвидными на российском рынке стоит отметить что первый день торгов прошел довольно таки позитивно концу дня цена пая обогнала цену открытия открылись торги на уровне 1710 рублей я закрылась бумага по цене 1712 то есть цена закрытия первого дня была на том же уровне что и в первый день предыдущих двух кварталов после открытия стоимость пая подрастала но в последние дни мы видим что есть небольшое снижение но в общем-то как и в целом на российском рынке ну и соответственно вместе с открытием бирже паи на платформе pnk rental уже торгуются по текущей рыночной стоимости в третьих надо сказать что тут растет доход на пай в первом квартале управляющая компания воспользовалась опции индексации арендных ставок в двух объектах из портфеля фонда и повысила ставки на 72 процента в одном из них и на 5 процентов в объекте в санкт-петербурге это привело к повышению дохода на один пай по итогам первого квартала он составил 48 рублей 2 копейки доходный за первый квартал составила 2 целых восемьдесят одну сотую процента или 11 целых тридцать восемь сотых процента годовых если говорить тут о моих личных итогах инвестирования да то у меня получается стоимость портфеля сейчас около 52 тысяч рублей размер начисленного дохода за прошедший квартал 1440 рублей мой доход вместе с остатком инвестируются в покупку дополнительного пая которую ук осуществляет самостоятельно без моего участия в течение 20 рабочих дней то есть я тут уже ничего не делаю либо до вношу деньги либо те деньги которые есть на счете они автоматически будут реинвестироваться доходность начала моего инвестирования составила 2697 рублей и это 17 процентов и это на минуточку 13 и 6 процентов годовых что достаточно неплохо особенно в условиях текущего волатильного рынка целевой рентный доход во втором квартале 22 года планируется на уровне от 48 до 50 одного рубля это где-то 11 12 процентов годовых и это кстати более позитивный прогноз чем в предыдущем квартале стоит кстати отметить и сами объекты недвижимости которые входят фонд по и обеспечены технологичными индустриальными зданиями с высоким потенциалом роста стоимости на протяжении двух последних десятилетий стоимость квадратного метра промышленных зданий подтягивается в цене вслед за инфляцией а цена по и перспективе не может быть ниже стоимости недвижимости ну то есть по сути это как получается реальная инвестиция в недвижимость и объекты фонда продолжают генерировать арендный поток в полном объеме текущие арендаторы такие российские компании как вкусвилла лидия зону никуда не уходят и не собираются так как ориентированные общем-то на внутренний рынок кстати ссылки и тикер на мосбирже будут в описании под этим роликом ну а мы с вами идем дальше и тут мы перейдем компании северсталь северсталь две целых четыре десятых процента моего портфеля прибыль на текущий момент около 10 процентов достаточно сильно снизились котировки северстали ну и надо сказать что северсталь сейчас чувствует себя не очень хорошо начну с плохих новостей для тех инвесторов которые любят дивиденды северсталь нас радовал просто шикарной двузначной дивидендной доходностью но менеджмент северстали уже не рекомендует выплачивать дивиденды за четвертый квартал 21 года и за первый квартал года 22 компания сообщает также что они приняли решение временно не публиковать финансовую отчетность за первый квартал 22 года так как значительная часть акционеров цитата не имеет возможности принимать инвестиционные решения и такое раскрытие может поставить одни заинтересованные стороны в выгодном положении по отношению к другим вот такая вот история так что северстали у нас сейчас все будет достаточно проблематично и она будет чувствовать себя хуже чем другие компании в отрасли конечно можно было бы сейчас посмотреть на цены на стали сказать смотрите ребята какие цены на сталь высокие но вот в чем вопрос цены на сталь то они высокие но с учетом текущих санкций куда эту сталь продать то есть с учетом ограничений на экспорт в европу северсталь сейчас ищет а куда бы мне еще блин продать свою сталь если не в европу она ищет рынке сбыта и скорее всего продавать то она будет с дисконтом если найдет куда продать да на внутреннем рынке они продолжат продавать но с точки зрения экспорта экспорт это же сейчас ну просто вишенка на торте могла бы быть да но к сожалению к сожалению большая часть экспорта северстали просто находится под угрозой они не знают что куда можно продать поэтому хоть цены на стали высокие куда продать мы ничего не знаем у северстали очень плохая позиция относительно других металлургов дивидендов пока мы не увидим вообще за четвертый квартал а за первый квартал дальше если увидим то будут они очень невысокие поэтому идеи в северстале я не вижу и наверное позицию северстале можно быть даже можно даже сокращать то есть не покупать точно держать можно но если позиция большая я наверно даже ее уменьшал бы сейчас московская биржа два с половиной процента от портфеля 9 и 3 процента она находится в плюсе так как балансовая цена около 91 рубля а торгуется она примерно по сотне но тут у меня на самом деле такой достаточно смешанный прогноз один негативный момент по мосбирже заключается в том что у них конечно же был сильный провал в объеме торгов то есть понятно что у нас рынок был долгое время закрыт в начале апреля они опубликовали итоги торгов марте 22 года на фондовом рынке объем торгов марте составил 653 миллиарда рублей теперь посмотрите какой был объем марте 21 года объем был примерно в семь с половиной раз больше то есть тут они в объеме торгов достаточно существенно потеряли объеме торгов и акциями облигаций и всем остальным то же самое можно сказать и о срочном рынке единственное что на валютном рынке объем торгов увеличился на двадцать восемь процентов 41 триллион в двадцать втором году против 32 триллиона в марте 2021 года ну и если говорить про денежный рынок тут у нас объем торгов тоже увеличился причем увеличился он практически в три раза то есть тут у нас у московской бирже есть где-то какие-то сегменты где объемы торгов падают есть сегменты где объемы торгов растут еще один негативный момент заключается в том что возможны риски банкротства контрагентов и мосбирже будет сейчас скажем так создавать некоторые резервы и не платить дивиденды но еще один позитивный факт у московской бирже заключается в том что они будут выигрывать за счет роста процентных ставок поскольку у мосбирже есть не только комиссионные доходы но и процентные доходы чем выше ставка тем выше доход любой бирже поэтому тут мосбирже будет чуть-чуть с этой стороны выигрывать поэтому у мосбирже как бы ситуация такая смешанная с одной стороны процентные доходы будут увеличиваться комиссионные доходы будут снижаться дивидендов не будет бумагозащитная у нее все относительно неплохо скажем так то есть мосбиржу я бы честно говоря покупал бы если бы цена была бы еще там ниже 90 рублей а еще лучше ниже 80 я бы даже добирал в портфель хорошая защитная бумага у которой все будет нормально и чего нельзя сказать о санкт-петербургской бирже которая прямо под серьезными рисками сейчас находится нлмк но нлмк тут справедливо все то же самое что и для северстали да то есть тут у меня 1 и 3 процента портфеля плюс 8 и 7 процентов нлмк она находится в чуть лучшей ситуации чем северстали хотя как вы видите снижение котировок тоже достаточно серьезная тут у них немножко лучше потому что они полуфабрикаты стальные до сих пор продают в европу именно на полуфабрикаты санкций нет высоких дивидендов мы тоже по нлмк очень долгое время не увидим поэтому тут у меня идеи нет то есть если я вам про северстали говорил что лучше сокращать нлмк тоже можно сокращать но нлмк не так критично потому что у нее сетки ситуация чуть лучше чем северстали хотя сама северстали как компании мне нравилось конечно больше чем нлмк но при текущей конъюнктуре у нее проблем сейчас больше русагра ну смотрите русагра у меня оказывается тоже пять процентов процент пять процентов от портфеля и плюс 8 процентов балансовая цена около 900 рублей сейчас она торгуется порядка там девятьсот восемьдесят девятьсот девяносто мне кажется что цена русагра сейчас достаточно справедливая она уже закладывает в себя и с одной стороны те риски которые есть у компании с одной с другой стороны она себя закладывает рост цен на продовольствие бенефициаром которого русагра отчасти будет являться то есть сейчас у русагра ну хотя вот смотрите сегодня как цена у нас упала цену русагра сейчас достаточно справедливая достаточно справедливая но покупать бы русагра я по такой цене бы наверное не стал потому что это все-таки депозитарная расписка а не акция про риски депозитарных расписок я вам уже неоднократно говорил писал списал телеграм-канале чтобы такую информацию не пропускать еще раз напомню обязательно на телеграм канал подписывайтесь так что русагра наверное хоть цена и справедлива но из-за того что это именно депозитарная расписка покупать русагра я пока не планирую еще одна удивительная позиция это фонд ликвидности втбм одна из нескольких и тефа которые у меня вообще были на российском рынке 5 процентов от портфеля прибыли 7 процентов но тут понятно просто квазик с то есть фонда достаточно неплохо справился понятно у них тут вот было 21 февраля ну ушла видимо ликвидность да и достаточно серьезная была просадка но после этого у нас торги были закрыты до после 25 февраля мы уже увидели 29 марта открытия и в общем то мы вполне себе могли бы по этого фонда реализовать и конвертировать их кэш то есть точки зрения фонда втбм он показал себя в этой ситуации достаточно неплохо он на самом деле является таким защитным инструментом в котором можно передержать кэш и получать какую-то небольшую дополнительную доходность но теперь я скажем так по приколу расскажу вам о позициях которые дали самый большой убыток в моем портфеле скажу честно убыточных позиций сейчас уже стало больше чем прибыльных до по количеству то есть по портфелю была очень серьезная просадка именно по российским акциям ну спасает то что все таки большая часть капитала находится именно в акциях сша и так первое это конечно же вконтакте это сейчас самая плохая с точки зрения доходности позиции моем портфеле одна акция вне есть одна акция вконтакте минус 71 процент балансовая цена 1600 ликвидная 469 то есть тут я можно сказать растерял 70 процентов денег вложенных в эту акцию но поводу вконтакте смотрите на самом деле у меня сейчас такой достаточно смешанный взгляд смешанный прогноз на эту бумагу с одной стороны у них тут будет очевидная проблема с тем что они будут скажем так лишаться одного из своих главных ресурсов войти это люди в плане того что айтишники уезжают за рубеж вот конечно же есть всякие меры поддержки есть меры которые направлены надо чтобы это все остановить но такая проблема будет но есть конечно и плюсы один плюс заключается в том что у них в сегменте игр в игровом сегменте около 70 процентов выручки это валютная выручка при девальвации рубля валютная выручка это конечно будет хорошо второй плюс заключается в том что у нас большое количество социальных сетей еще сблокируются соответственно фейсбук контекстная реклама гугла instagram и так далее и вся аудитория уходит куда она уходит в телеграм и вконтакте кстати вконтакте я тоже создал свое сообщество так что если вы в контакте сидите тоже обязательно подписывайтесь на мою группу там моя пока публикую те же самые материалы которые публикую и в дзене и в телеграме но скоро начну публиковать там и уникальные материалы поэтому на группу вк тоже подписывайтесь ссылочка под этим роликом обязательно будет но так о чем я хотел сказать что народ массово будет переходить сейчас вконтакте до возвращаться и там будет даваться все больше рекламы больше рекламы больше выручки больше прибыли для вконтакте хотя еще один риск будет связан с тем что все таки если это эти компания ей нужны какие-то комплектующие железо hardware да то есть поставки всего этого дела они во-первых будут сейчас очень ограниченная во-вторых ну расходы значительно вырастут поэтому у века и здесь темные стороны есть светлые стороны поэтому пока меня будущее вконтакте под вопросом я бы пока просто подождал вот может быть если менеджменту удастся справиться с текущей ситуации то века будет отчасти бенефициаром ухода некоторых иностранных компаний и скажем так века будет их в плане социальных сетей плане рекламы замещать но пока наверное я бы века покупать прямо сейчас не торопился бы втб три десятых процента от портфеля минус 65 процентов просто какой-то трэш а я ведь еще и втб покупал с расчетом на дивиденды то есть я там совсем совсем чуть-чуточку буквально докупал втб рассчитывая на высокие дивиденды ну конечно я так принципе писал да когда покупал что это общем-то идиотский поступок наверное так делать не стоит но что-то дивиденды обещают совсем уж сочные поэтому не хотелось бы пропустить поэтому чуть-чуточку да куплю совсем чуть-чуть чуть-чуть вот зря я конечно это сделал хоть так не докупка в общем-то небольшая да там и позиция мелкая портфеля но скажу честно если есть бер то зачем вообще нужен втб мне кажется про втб можно пока на долгое время забыть если уж что-то и покупать на отскок то это наверное не втб а все-таки сбербанк м видео ну сам видео тут ситуация тоже достаточно плачевная вот им видео я набрал достаточно много это больше одного процента от портфеля минус 58 процентов бумажной прибыли на текущий момент м видео смотрите какая у нас ситуация я в принципе такой достаточно подробный разбор ситуации сам видео делал тоже на своей платформе спонсор скажу вам сразу какие там у меня были итоги да с одной стороны будет разовая высокая выручка от того что все люди просто поперлись вам видео скупать все подряд с другой стороны долгосрочной перспективе у них будут проблемы с импортной продукцией она станет дороже нужно будет как-то увеличивать цены оплатежеспособность спрос населения пока у нас тоже под вопросом высокие ставки по кредитам будут соответственно способствовать тому что люди покупать кредит не будут поэтому пока м видео наверное будет с большими большими проблемами но бытовая техника это наверное не то что люди будут покупать в любой ситуации до в отличие от того же продуктового ритейла который здесь более защищен с дивидендами мы дивидендов как нам обещали точно не увидим если они будут они будут существенно меньше плюс у компании пока что не критичная но высокая долговая нагрузка и мы с вами понимаем что если высокая долговая нагрузка большой долг кто при высоких ставках обслуживание долга будет дороже поэтому наверное м видео сейчас не очень интересно прям вот в моменте то есть компания проблемная есть цена по которой ее можно будет покупать но наверное это не текущая цена нмтп мелкая позиция 0 26 процента от портфеля минус 55 процентов покупал практически по 11 рублей с расчетом на дивиденды сейчас цена ниже пяти рублей за акцию но прогноз тут у меня достаточно негативные дело в том что у нас сейчас будет снижение активности снижение количества скорее всего даже перевозок потому что с россией многие просто перестают сотрудничать и я не думаю что нмтп от этого может как-то выиграть ну и с учетом текущих ставок по депозитам текущих ставок по уфз и неопределенности с дивидендами по нмтп которых с большой вероятностью тоже может и не быть нмтп сейчас абсолютно не интересен и это мертвая позиция которая просто будет мертвым грузом лежать в моем портфеле можно конечно ее и зафиксировать минус 55 процентов но пока что ладно башнефт но тут совсем шесть сотых процента от портфеля такая же позиция по размеру как и вконтакте то есть практически ни о чем но заметьте минус 50 процентов ну башнефт даже честно говоря комментировать не хочу это тоже мертвый груз который лежит в моем портфеле но с учетом цен на нефть продавать конечно по текущей цене прям фиксировать этот убыток не хочется пусть пока лежит ну и теперь как я вам обещала несколько идей о том что можно на российском рынке прикупить давайте сделаю такой небольшой дисклеймер я не считаю что сейчас хорошее время для покупок хорошее время для покупок будет но вот не сейчас не сейчас когда она будет я об этом вам скажу то есть я когда сам буду покупать я вам буду об этом говорить пока что как мне кажется но время для покупок не очень хорошее но если что-то хочется купить либо на будущее но может быть даже либо сейчас если деньги жгут вам руки прямо совсем то что но я начал бы наверное с ровный срос нефти смотрите рост нефти то крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания с долей мировой добычи около шести процентов это на самом деле достаточно много более 40 процентов компании принадлежит государству через а о рост нефтегаз рост нефть я считаю сейчас одной из интереснейших компаний если брать российский нефтегаз почему ну понятно что у нас сейчас все компании у которых высокая доля экспорта они будут выигрывать за счет высоких цен на нефть за счет ослабления рубля в частности но у роснефти есть дополнительное преимущество у них большая доля экспорта идет в китай идет в азию то есть им уже ничего не нужно менять они как поставляли в азию так будут поставлять в азию там никакого риска срыва поставок нету в отличие от компании которые поставляли что-то в европу например поэтому тут роснефть находится в выигрышной позиции плюс у роснефти ожидаются очень и очень хорошие байбеки скорее всего просто нефти мы увидим также хорошие сочные дивиденды это будет поддерживать котировки поэтому роснефть мне кажется сейчас достаточно интересной идеей если брать новотек да смотрите по новотеку у нас вышли новости о том что ну скажем так перестанут поставлять оборудование для spg в россию но несмотря на это я вам должен сказать следующее что несмотря на это проект spg arctic 2 по комментариям профессионалов которые с этим всем делом работают и аналитиков будет запущен то есть spg 2 будет запущен в любом случае то есть arctic spg 2 у нас будет работать причем первая очередь там уже достроена типа на 98 процентов то есть никакие санкции уже не помешают ее достроить и запустить внимание первая очередь as arctic spg 2 будет запущена сто процентов но вот вторая и третья очередь они могут быть отложены причем прогнозируют что скорее всего их также достроят но может быть позднее может быть это будет 25 или 26 год может быть их немножко сдвинут но они скорее всего тоже будут достроены причем поставки оборудования уже законтрактованы для всего этого дела но вот весь вот вопрос в том как их будут привозить то есть может быть их возить сюда просто перестанут это оборудование хотя по факту контракты уже есть и часть уже оборудование оплачено но я считаю тем не менее что новотек в данной ситуации очень интересная идея и от 1000 и даже 1100 рублей подкупать акции новотека можно а ниже 1000 ну я бы наверное покупал еще больше то есть ниже 1000 это прям очень привлекательная цена для новотека диапазона ниже 1100 до 1000 тоже цена вполне себе хорошая то есть если будет хорошая коррекция по рынку то новотек это будет одна из интересных идей норникель но с норникелем у нас тут что происходит во первых у нас был резкий рост цен на цветные металлы причем котировки акции норникеля показали ну такую достаточно сдержанную динамику что отражает вполне себе серьезные проблемы и риски текущего года во всяком случае по норникелю во первых это проблемы в логистике во вторых это некоторые санкции в третьих это возможно отмена дивидендов четвертых это рост рост и сдержек компании это угроза срыва некоторых инвестиционных проектов в то же время перспективы на двадцать третий год и двадцать четвертый оцениваются очень и очень положительно во первых многим российским цветным металлом не найдется альтернативы а норникель имеет очень большую долю поэтому эти металлы скорее всего не попадут под санкции а цены на них сохраняться достаточно высокий поэтому норникель тут будет чувствовать себя очень и очень хорошо во вторых ключевые акционеры норникеля не договорятся о новой дивидендной политики что снимет некоторую неопределенность которая давит на текущие котировки в базовом сценарии вместо 60 процентов и беда они могут там порядка 70 80 процентов free cash flow распределять на дивидендов ну тут будет еще зависеть это от долговой нагрузки в базовом сценарии в двадцать третьем году дивиденды могут составить 2300 рублей доходность уже выше десяти процентов и в совсем уж супер позитивном сценарии если они прям весь денежный поток будут на дивиденды отправляется то там может могут быть дивиденды там три сто три двести это уже доходность около 14 процентов выше 14 процентов годовых ну целевая цена по норникелю на несколько лет вперед у меня 25 28 тысяч рублей поэтому норникель в общем-то нужно просто искать где купить и на хороших просадках норникель покупать может быть конечно у него возникнет проблема связанная с тем что в европейском союзе из-за некоторого кризиса ну из-за рецессии в том числе до из-за снижения объема спроса снизится объем производства автомобилей и электромобилей в частности но тут норникель конечно определенные проблемы будет иметь но при текущих ценах на металлы даже их корректировка к более-менее справедливым значением она не будет для норникеля прям губительная с учетом его маржинальности сбербанк у нас есть конечно некоторая неопределенность с одной стороны финансовые компании очень серьезно страдают во время любого кризиса у них будет проблемы во первых с процентными доходами потому что кредитный рынок сейчас будет сжиматься при таких серьезных ставках но когда ставки будут снижаться рынок кредитный придет в норму но пока на сбербанк будет некоторое давление с точки зрения кредитного портфеля вторая проблема заключается в том что комиссионный доход будет падать поскольку но менее активно проводятся операции да и так далее это все связано с проблемами и чисто экономического характера с другой стороны сбербанк очень хорошо скорректировался в цене и нужно понимать что сбербанк может некоторые бизнес для развития своей экосистемы купить с очевидным дисконтом в текущей ситуации то есть тут сбербанк может даже чуть-чуть какой страны и выиграть по сбербанку у меня такое мнение что в конце концов сбербанк восстановится точно он не умрет и все с ним будет хорошо и поэтому по хорошим ценам сбербанк конечно можно покупать но пожалуй тоже не сейчас мать и дитя это тоже одна из тех акций за которыми я слежу у меня достаточно неплохая такая есть позиция портфеля ну эту бумажку я бы наверное планировал покупать все таки по 500 и ниже это у нас сектор медицинский ну про мать и дитя что вообще можно сказать в двадцать первом году у них выручка выросла практически на 32 процента очень даже на самом деле неплохой результат и беда выросла на 37 процентов рентабельность увеличилась чистая прибыль вычис выросла практически на 42 процента денежный поток от операционной деятельности вырос чистый долг и беда там вообще совершенно низкий 0 2 то есть по сути дела компании долго нет да и на самом деле операционные показатели были достаточно хорошие количество амбулаторных посещений рост количества койко дней количество принятых родов то есть и финансовые показатели растут и операционные показатели растут все выглядит достаточно здорово но это у нас 21 год а что же ждет компанию в будущем конечно директор говорит что все вроде бы хорошо компания продолжает расширяться работает точно так же как и раньше в штатном режиме то есть ничего такого пока плохого не происходит модель бизнеса диверсифицирована происходит устойчивое развитие все вроде бы как нормально при этом они сфокусированы на обеспечении достаточного уровня ликвидности и с этой целью они приостанавливают инвестиции в новые проекты в том числе и выплату дивидендов до прояснения текущей ситуации то есть как бы они нам хотят сказать что все вроде бы хорошо но мы просто перестраховываемся и поэтому дивиденды пока не заплатим ну и расширяться пока что не будем но тут нужно понимать какая будет ситуация вообще дальше с поставками высокотехнологичного медицинского оборудования и медикаментов тут по таким поставкам вопросы есть также нужно понимать что если все пойдет так же как и сейчас мы можем увидеть снижение спроса на частные медицинские услуги просто потому что доходы населения будут недостаточно высокими чтобы население могло за эти услуги платить ну и наверное самая главная проблема по мать и дитя для меня сейчас заключается в том что они торгуются на лондонской бирже и на московской бирже в виде депозитарных расписок и достаточно негативный момент но про риски депозитарных расписок я вам уже сказал поэтому если покупать мать и дитя то мать и дитя нужно наверное покупать только когда они начнут торговаться на московской бирже в виде акции ну и хорошей ценой наверное было бы 500 рублей за акцию мне кажется что 500 рублей за акцию для мать и дитя это были бы цены очень и очень хорошие но надо сказать что даже если они и 600 рублей стоить будут то у них там прайс-то уенингс чуть выше 7 что на самом деле не так уж и высоко с учетом того что компания вроде как по словам менеджмента продолжит хоть хоть как-то по чуть-чуть расти что-то я надеюсь что это видео вам понравилось показала вам скажем так несколько позитивных примеров которые есть моем портфеле конечно же показала что бывает из плохими примерами да где у меня очень серьезные отрицательные доходности конечно же в моем портфеле сейчас достаточно существенная просадка это думаю и так понятно но все таки я надеюсь что будет возможность купить российские акции по неплохим ценам пока что каких-то покупок крупных я не совершал надеюсь что идеи мои были вам полезны это конечно же идеи далеко не все несколько есть еще и другие но все это просто не успею озвучить да в одном этом конкретном ролике если вам это видео было хоть чем-то полезным то обязательно поставьте под этим видео лайк чтобы поддержать этот канал и этот ролик обязательно подпишитесь на этот канал если вы еще не подписаны и конечно же нажмите на колокольчик чтобы следующее видео не пропускать ну если вдруг youtube все-таки заблокируют какой-то из ней то помните что во первых у вас есть vpn во вторых я буду размещать все те же самые ролики вконтакте и на яндекс цене поэтому подписывайтесь на яндекс дзен и вконтакте чтобы ролики не пропускать случае блокировки ютуба ссылочки будут в описании под этим видео но конечно очень хочется надеяться что youtube все-таки продолжит свою работу в россии без ограничений всем вам желаю конечно же удачи в инвестициях и увидимся с вами следующих роликах всем пока а